Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Житие святого Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской Василий Великий родился около 329 года по Рождестве Христовом в Кесарии, столице Каппадокии, от благочестивых, благородных, знаменитых и богатых родителей Василия и Эмилии. Василий освящен был Богу, говорит святой Григорий Богослов, с младенчества, от утробы матерней. Первые лета детства своего провел он под надзором и руководством благочестивой своей бабки, святой Макрины и родителей, и воспитан ими в вере, благочестии и других науках. Когда же довольно приобрел он дома учености, поспешает он в Кесарию для поступления в тамошнее училище. Здесь он познакомился со святым Григорием Богословом, который, подобно ему, искал в Кесарии просвещение. Из Кесарии Василий приведен в Византию, город, первенствующий на востоке, потому что он славился лучшими ораторами и философами. В каком роде наук не успел Василий с избытком, говорит Григорий Богослов? Кто сравнится с ним в риторстве? Кто, подобно ему, приводит в надлежащие правила грамматику или язык, связует историю, дает законы стихотворству? Кто был так силен в философии, астрономии, геометрии и науке об отношении чисел? Врачебную науку соделали для него необходимую и собственные телесные недуги и хождение за больными. Это был корабль, столько нагруженный знанием, сколько возможно для человеческой природы. С высоким образованием в науках Василий соединял чистоту веры. «Осмеливаясь похвалиться о Господе, — пишет он сам о себе, — тем одним, что я никогда не держался погрешительных мнений о Боге и не переменял впоследствии мыслей, какие прежде имел. Но то понятие о Боге, которое приобрел с детства от блаженной матери моей и бабки Макрины, и возрастало во мне». По окончании учения Василий возвратился в Кесарию Каппадокийскую. Мудрость, которую стяжевал он около пятнадцати лет, не удовлетворяя великой душе его, возбудила в нем только сильнейшую жажду высшего любомудрия, уединения и подвигов. Василий принял святое крещение в Иерусалиме и решился посвятить себя строжайшему благочестивому уединению для исправления и охранения духа и сердца своего от рассеяния. Но промысл Божий, уготовляя Василия в великого пастыря церкви, возводит его постепенно, неспешно. Василий удаляется в Понт и настоятельствует в тамошних обителях. В Понтийской пустыне Василий удалился к реке Ирису, в местечко, в котором прежде его уединились его мать и сестра, и которая им принадлежала. Макрина устроила тут монастырь. Пустыня так была приятна Василию своим невозмутимым безмолвием, что он предполагал окончить здесь дни свои. Здесь он подражал подвигам тех великих мужей, которых видел в Сирии и Египте. Он подвязался в крайнем лишении, имея для покрытия себя одну одежду и мантию. Носил и влосяницу, питался хлебом и водою, приправляя эту скудную пищу солью и кореньями. От строгого воздержания он сделался так бледен и тощ, что казался без жизни. Но Василий жил не для одного себя. Он собрал иноков в общежитие. Своими письмами привлек к себе в пустыню друга своего Григория. В своем уединении Василий и Григорий все делали вместе. Вместе молились. Вместе занимались святым писанием. Здесь они написали уставы иноческого общежития, которыми иноки Восточной Церкви большей частью руководствуются. Но два друга инока недолго подвязались вместе в пустыне. Их призывала на помощь церковь, обуреваемая арианами в царствование Констанция. Василий возвратился в Кесарию. В 362 году он рукоположен был в Диакона и в этом сане присутствовал на соборе в Константинополе. Вскоре Василий посвящен в сан Пресвитера против собственного желания епископом Евсевием Кесарийским. Видя, что все чрезвычайно почитают и хвалят Василия за его мудрость и святость, Евсевий по человеческой немощи увлекся ревностью к нему и начал выказывать свое к нему неблагорасположение. Посему Василий вместе с Григорием опять удалился в свою пустыню. Ограждая братью свою в Понте от заразы нечестия, Василий в обширном послании изложил истинное учение веры о Сыне Божием. Из пустыни снова вызван был Василий для пользы церкви Евсевием, епископом Кесарийским, которого святой Григорий примирил с Василием и убедил своего сподвижника возвратиться в отечественную церковь. Поднялась городоносная туча, угрожающая пагубою, и поражала все церкви, над которыми раздражалась, и на которой простирал власть свою златолюбивейший царь Валент, зараженный арианством. Что же предприемлет, сия мужественная, исполненная высоких помыслов и подлинно христолюбивая душа? Немного было убеждений Василию, чтобы он явился и стал поборником. Одним из важнейших его занятий в это время было проповедание Слова Божия. По учения своей святитель говорил без приготовления, проповедовал ежедневно. По кончине Евсевия епископа Кесарийского Василий возведен был на степень архипастыря сей церкви. Добрый пастырь, искавший мира внутреннего и единения с Богом, старался особенно о мире и единодушии своей паствы. В краткие дни своего святительства, при слабости своего здоровья, какую имел с раннего возраста до смерти, он понес величайшие труды для мира и блага как Кесарийской, так и всей христианской церкви. Почти ежедневно совершал богослужения, как верный страж в дому Божием. Он, назидая и утверждая верных, был в непрестанной борьбе со лжеучителями, действующими обыкновенно и хитростью, и клеветою, отражая и не злагая их наглость и разящим оружием уст и стрелами письмен. Не обольщался обещаниями почестей, не боялся угроз, был велик всегда во всех своих словах и делах. Несмотря на чистоту своей веры и действий, он ожидал для себя изгнания и заточения. Когда царь Валент, обойдя прочие страны, устремился с намерением поработить церковь Кесарийскую, сию незыблемую и неуязвимую матерь церквей, тогда в первый раз он почувствовал безуспешность своего замысла. К Модесту, областному начальнику, который был Орианином, вводится, или лучше сказать, сам входит доблественный Василий. Модест угрожает ему отнятием имущества, изгнанием, мучениями, смертью. «Все это, — отвечает Василий, — для меня ничего не значит. Тот не теряет имения, кто ничего не имеет, кроме сих ветхих и изношенных одежд и немногих книг, в которых заключается все мое богатство. Ссылки нет для меня, потому что я не связан местом, и то место, на котором живу, теперь не мое, и всякое, куда меня не кинут, будет мое. А мучения что могут сделать мне? Я так слаб, что разве только первый удар будет чувствителен. Сметь же для меня — благодеяние. Она скорее приведет меня к Богу, для Которого живу и тружусь, и к Которому давно я стремлюсь». Изумленный семи словами, правитель сказал Василию, «С такой свободою никто доселе не говорил предо мною». Донося валенту о непреклонности и неустрашимости святого Василия, Модесс сказал, «Побеждены мы царь, настоятелем церкви. Этот муж выше угроз, тверже доводов, сильнее убеждений». После сего царь запретил делать насилие и переменил угрозы в удивление, хотя не принял общение с ним, стыдясь показать себя переменившимся. Но злые превозмогли. Василию определено изгнание. Наступила ночь, приготовлена колесница, враги рукоплескали, благочестивые унывали, мы окружали путника с охотой, готовившегося к отъезду. И что же? Бог разоряет определение, поражает болезнью сына царева, галата, и мгновенно мать больного видит в недуге сына божий гнев загонение святителя. Царь прибег к Васильевой вере. Василий пришел к одру болящего, с его пришествием облегчается болезнь, отец предается благим надеждам. Жизнь святого Василия протекала в постоянных трудах на пользу церкви. Святой Григорий Богослов говорит о познаниях и писаниях святого Василия. Кто больше Василия просветился светом ведения, прозрел в глубины духа и с Богом исследовал все, что ведомо о Боге. И потому мне не краснее можно сказать «во всю землю изыде вещание Его» и «в концы вселенной оглагол Его», что Павел сказал об апостолах. На поприще своей ежедневной жизни Василий хвалил правило, что умеренность во всем есть совершенство, и соблюдал это правило в продолжении всей своей жизни. Никто лучше Василия не чтил и девство. Кем устроены были обители дев, составлены правила, которыми он уцеломудривал всякое чувство. Будучи благородный, Василий не гнушался и лапзанием уст, и чтил болезни, обнимал недужных, как братьев. Но болезни от юности, труды учения, подвиги духовного, любомудрия, многоразличные скорби и заботы пастырского служения, рано истощили его телесные силы и повергли его на одр смерти. Вокруг него волновался весь город, нестерпимо была потеря. Изрекши последнее слово, «В руцы твои предложу дух мой, поемлемый ангелами, святитель Христов радостно испустил дух, впрочем, прежде тайноводствовав присутствующих». Выражение святого Григория «тайноводствовав» вероятно указывает на чудо, которое совершилось в день смерти. Некто Иосиф, еврей, отлично зная врачебное искусство, будучи хорошо знаком с святителем, посетил его, умиравшего, и предсказал ему, что он не проживет и до завтра. «Если же жизнь твоя продлится до завтра, сказал Иосиф, я крещу своими того, который только силою своего божественного всемогущества может продолжить жизнь твою». Святой Василий, сложив охладевшие свои руки, молился Господу Иисусу даровать умирающим его членам несколько часов жизни и дыхания, дабы душа этого человека, Иосифа, сделалась участницей спасения и блаженства. На другой день Иосиф, увидев святого Василия живого, пал на колено и воскликнул, «Я совершенно уверен, что Бог твой есть истинный Бог, теперь я в точности исполню свое вчерашнее обещание». Больной сказал, «Я сам буду и крестить тебя». Настал час крещения, и Василий является пред алтарем Господним, крестит и продолжает богослужение. Первый день января 379 года. В этот же день святой Василий представился пятидесяти лет от рождения, но уже на высоте архипастерского делания и славы. Святой Григорий Богослов, прославляя святого Василия Великого, писал, что он был опора веры, правила истины, образец в церкви, обитель Духа, муж, превзошедший меру и жизни человеческой и добродетелей, муж многообъемлющий, великий и святой. Душа его была божественна. Он был мужественный подвижник истины, который не иным, чем дышал, как благочестивым и спасительным для всего мира учением, для всех был он образцом веры и добродетели, слово его было высокомудренно, глубоко и совершенно. Выражая свое благоговение к мудрости и святости святого Василия, церковь приняла от него правила церковного благочиния, уставы для монашествующих, чиноположения молитв и божественной апостольской литургии, нареченной по имени его, и устами шестого Вселенского Собора произнесла, что слава святого Василия Великого протекла по всей Вселенной, Восхваляя его, церковь поет во всю землю языде вещания Твое, якоприемшую слово Твое. Им же боголепно научил Еси, естество сущих уяснил Еси, человеческие обычаи украсил Еси, царское священие Отче преподобнее, моли Христа Бога спастися душам нашим. Молитвами святителя Василия Великого Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Аминь. Молитвами Аминь. 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 Продолжение следует...